Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Сегодня я предлагаю немного поговорить о косметике PAYO и о косметике AHOVA, потому что есть вопросы и про один бренд, и про другой. Итак, если мы говорим с вами про косметику PAYO, нужно понимать, что это такой же легендарный бренд, как, например, бренд Estee Lauder, потому что основательница этого бренда Надя PAYO. И Надя PAYO в своем смысле тоже легендарный человек, и она сделала такой же вклад в бьюти-индустрию, как уже упомянутая выше Estee Lauder. То есть Estee Lauder, например, придумала корнеры и оформленные корнеры в фирменном стиле, то есть этому мы обязаны ей, и не только этому. А Надя PAYO разработала в свое время линейку номер 2, которая существует до сих пор, линейку для очень сухой кожи, атопичной, более того, вы не поверите, но именно Надя PAYO впервые стала говорить о том, что массаж лица при уходе за кожей очень необходим. И именно Надя PAYO внедрила свою схему массажа лица в уход, и даже прикладывала такие инструкции к своему уходу для того, чтобы женщины не только наносили наружно-топические какие-то косметические средства, но и делали необходимый массаж. Это важно. Что касается ассортимента бренда PAYO. Он действительно достаточно традиционный для бренда. То есть бренд многим своим постулатам, своим классическим формулам следует до сих пор. Вот линейка номер 2, наверное, здесь является таким важным образцом. Но в то же время бренд использует какие-то более технологичные компоненты, которых во времена, когда создавалась косметика PAYO, не было. Это естественно. Например, какие-то стабильные формы витамина С. У них есть линейки для более молодой кожи, есть линейки для более зрелой кожи, прям очень высокой ценовой категории. И мы с вами на самом деле за эти годы не раз говорили о косметике PAYO. Я вам показывала разные средства. Есть легендарные абсолютно продукты у них. Например, их тоник вот такой вот василькового цвета, и там такие как лепесточки плавают. Их паста от Акне. Даже я ее покупала с удовольствием. Она действительно, когда вы точечно наносите, хорошо действует. У них прекрасная мицеллярная вода, у них хорошие средства для очищения, у них очень комфортные кремы. И это абсолютно так. И вот эта фирменная упаковка, баночка в виде талии, это тоже их фирменный знак, если мы говорим о кремах. Поэтому первое, что мы должны с вами понимать, что бренд PAYO, бренд, заслуживший себе репутацию, репутацию и славу благодаря основательнице бренда. И там есть что посмотреть. Сегодня я хочу вам из этого бренда показать линейку, которая мне кажется очень интересной. Это лосьон для лица, который называется NEW. Лосьон, который призван освежать кожу после макияжа, снимать остатки макияжа и придавать сияние. Вот этот продукт, наверное, является одним из моих самых-самых любимых. Это маска для сна, для сияния кожи. И из этой же линейки у меня есть витаминизированное желе в очень комфортной текстуре. И здесь 92% ингредиентов натурального происхождения. Вообще линейка, она больше. У них есть там такой и стик для глаз. Кстати, у них стики для глаз, и это очень такой важный момент, есть в разных линейках, если я не ошибаюсь, и в увлажняющей голубой. Но это мне нужно уточнить. Редко сейчас встречаются уже стики для глаз, вот такие стики-бальзамы. А у бренда PAYO они есть. У них есть крем для лица. И что мне нравится у бренда PAYO, я считаю это очень таким правильным подходом. Кремы у них есть в разных текстурах. То есть есть более плотный, есть такой, как крем-суфле. Очень интересные текстуры. Есть крем-желе, вот как здесь витаминизированное. И текстуры у них действительно очень комфортные. То есть в плане использования эмалентов, которые они используют, да, в плане того, как это органолептически ощущается на коже, они действительно молодцы. То есть вы понимаете, что перед вами бренд LUX, и вы понимаете это и по ароматам, и по оформлению. Кстати, все кремы в стеклянных упаковках. Для многих это тоже важно. Но давайте переходить непосредственно к продуктам. Итак, у нас здесь с вами лосьон из линейки NU. Здесь 98% ингредиентов натурального происхождения. Здесь есть вода апельсиновых цветов. Здесь есть стволовые клетки растений. Это сильнейшие антиоксиданты. У продукта очень жидкая текстура, формула. Вы можете наносить его на ватный диск и протирать лицо. Состав у него действительно хороший. И продукт комфортен в использовании. Запах у линейки очень приятный. Я, знаете, не люблю ароматы цитрусовых в косметике, но здесь не аромат цитрусовых. Здесь скорее то ли апельсинового цвета аромат, но скорее какой-то цветочный, чем цитрусовый. Вернее, он не цитрусовый вообще, что очень здорово. Поэтому как такой, знаете, завершающий этап демакияжа, например, или чтобы освежить лицо. Мне кажется, даже можно перелить или накрутить сюда насадку с пульверизатором. И вы будете довольны этим продуктом, потому что он действительно такой освежающий. Один из моих любимых продуктов этой линейки, это маска ночная. Я с ней еще познакомилась. Вообще с этой линейкой я очень тесно познакомилась на канале. Потому что она долгое время у нас была представлена на канале. Поэтому я успела очень многое протестировать. И неоднократно показывала это в эфирах. И знаю, какие отзывы у людей на эти продукты. Я знаю линейку MyPo. У них есть такая. Она тоже с разными антиоксидантами в составе. С витамином С. То есть я прям действительно очень хорошо знаю ассортимент бренда Pyo. Из-за того, что это было связано с моей работой. И вот эта маска MyPo. Что в ней уникального? Она на антиоксидантах. Здесь есть ягоды Годжи. А вы прекрасно понимаете, что это и нутрицептик, это и адаптоген. Здесь есть стабильная форма витамина С. Причем в форме содиомоскорбилфосфата. Здесь есть гиалуроновая кислота. И экстракты, которые также витаминизированы. То есть те экстракты, которые здесь содержатся, они напрямую влияют на цвет лица. И во многих из них содержится витамин С. То есть вся вот эта вот оранжевая линейка, это линейка антиоксидантная. У этой маски есть еще одна особенность. Чем она меня удивила, когда я впервые с ней познакомилась. У нее тоже очень легкая текстура. И вот эта вот формула с ягодами Годжи, с ягодами Асай, с гиалуроновой кислотой, со стабильной формой витамина С, с витаминосодержащими экстрактами. Это действительно хорошее решение, по сути, для любого типа и состояния кожи вне возраста. Потому что вы будете получать вот эту антиоксидантную защиту. На самом деле эту ночную маску, как мне кажется, можно использовать в качестве ночного средства на каждый день. То есть из-за ее текстуры, поскольку текстура легкая и очень комфортная, нет такого обязательного требования, что ее нужно использовать, например, там два раза в неделю вместо ночного крема. Мне кажется, что ее можно даже пройти таким вот курсом, когда вы хотите, например, освежить тон кожи, вы устали, есть какая-то тусклость. Я не вижу вообще никаких препятствий. Давайте посмотрим на текстуру этой ночной маски. Я бы сказала, что у нее текстура тоже такого желе. То есть она легчайшая, что делает этот продукт абсолютно универсальным для любого типа и состояния кожи. Ее можно комбинировать с любой сывороткой. Ее можно комбинировать с вашими продуктами с витамином С, с другими антиоксидантами. Это может быть экстракт граната, экстракт вина, ресвератрол, пикногенол, астексантин. Любые антиоксиданты сюда в пару подходят очень хорошо. Если, например, вы хотите еще больше увлажнения, то вы можете, мне кажется, эту маску закрыть кремом, а не наоборот. Потому что у нее текстура очень легкая, она впитывается супер быстро, оставляя такой нежный-нежный слой на коже. То есть если у вас есть потребность в том, чтобы закрыть эту маску чем-то, то мы делаем именно в такой последовательности, а не наоборот. И майпайо – это крем-желе, если так можно сказать. И здесь нам, опять же, обратите внимание, насколько это важно. И вот то, о чем я вам говорила, написано, чтобы вы хотя бы одну минуту уделили самомассажу. То есть то, что я вам рассказала, что называется чистейшая правда. Но я помню, когда я готовилась к эфирам, я очень много прочитала о бренде Пайо и о самой Наде Пайо. Для меня многие вещи, которые я узнала, явились открытием. И если честно, вот после того, как я прочитала все это о бренде Пайо и о Наде Пайо, я стала к бренду относиться с большим уважением. То есть я поняла, что это такой бренд-легенда действительно по-своему. И, кстати, Надя Пайо была знакомой с Эстей Лаудер. И, по-моему, если я не ошибаюсь, чуть ли не с Коко Шанель. Могу ошибаться. То есть они были вот в этой вот такой вот связке, вот эти вот первооткрывательницы бьюти мира, которого мы знаем сейчас. Конечно, когда ты понимаешь, что вот такие люди за этим стоят, и по большому счету в какой-то степени ты в том числе обязан им своей профессии, ты вообще многие вещи для себя пересматриваешь. Насколько я понимаю, у бренда Пайо произошел редизайн, потому что я еще помню по эфирам оформление другим. То есть осталась баночка талия, но здесь такая есть теперь рельефная часть, и появились вот такие вот узоры. Очень красивая, интересная крышка. Оформление действительно очень приятное. И продукт этот, обратите внимание, называется витаминизированное желе. Выглядит это потрясающе. Пахнет это, опять же, какими-то цветами, то есть может быть апельсиновым цветом, потому что здесь есть такая вода в составе. Здесь в составе, опять же, органические годжи, органический гранат, асаи, стабильная форма витамина С. И, кстати, если мы говорим о бренде Пайо, это же французский бренд, они, знаете, в тренде, я бы сказала, не только по тем ингредиентам, которые они используют, потому что те же самые ягоды годжи, асаи, витамин С, вы понимаете, это сейчас находится в топе. Ну, например, у них вот упаковки в стекле. Те упаковки, которые они используют, в том числе, это все перерабатываемое. То есть это тоже, на самом деле, такой очень правильный шаг. И вот то, что здесь так много ингредиентов натурального происхождения, потому что мы с вами знаем старые, классические, уважаемые бренды, люксы в том числе, которые на это вообще не обращают внимания. То есть там хоть микропластик составим, может быть, там хоть любого вида упаковка, может быть, лишь бы она была красивая. Не будем показывать пальцем. Здесь вот, мне кажется, это такой вот тоже правильный шаг. То есть бренд интегрируется как-то правильно в вот эту современную действительность. Поэтому если резюмировать, да, и говорить про бренд Пайо, вот три средства бренда Пайо я вам показала сейчас, но там еще есть другие продукты из этой линейки, посмотрите. То есть я показала далеко не все. И вот этот стик для глаз, для многих это очень интересно, тоже на канале. О, и еще я вам не сказала про одно классное средство от бренда Пайо. Вот это я вам рекомендую. По-моему, из этой линейки номер два у них есть альгинатная маска вот в таком стаканчике. Я надеюсь, что она еще продается. Она там со вслом, с другими ингредиентами. Она потрясающая. Она просто изумительная. Мы все ее перенапокупали себе, когда познакомились с ней на канале. Ну, в общем, я вам рассказываю в том числе сейчас об этом бренде, потому что я действительно имела возможность очень хорошо с ним познакомиться. Мне же все надо было протестировать перед эфирами. Я же не могу выйти и только баночки увидеть и сказать здрасте. Нет, конечно. А второй бренд, о котором я хочу с вами поговорить, это бренд Ахава. У меня закончился гель для умывания от этого бренда, который называется Refreshing Cleansing Gel Time to Clear. Это потрясающий гель для очищения кожи. Рекомендую всем и каждому. Что еще мне нравится у бренда Ахава? Мне очень нравится... У них маска такая есть увлажняющая. Я вам ее показывала. У меня был и крем, и маска. Мне у бренда Ахава вообще нравятся маски. Мне вообще нравится бренд Ахава. То есть я не считаю его для себя, знаете, суперактивным в антиэйдж, хотя у них есть очень интересная антивозрастная линейка в таких коричневых темных флаконах. Там их запатентованная технология. Я все хочу ее попробовать. Надеюсь, что удастся. Потому что я ее видела. Я ее тестировала в магазине у израильской косметики еще в Петербурге. И мне она очень понравилась. У Ахава, это израильский бренд, да, я сказала или нет, очень тоже хорошая органолептика. Очень все комфортно. То есть ребята абсолютно молодцы. И глиняные маски очень комфортные. И я много чего знаю про бренда Ахава и знаю на каком заводе, хотел сказать на нашем, ну по сути на нашем, на котором делается косметиковый Ист. Мы делаем для бренда Ахава, для азиатского рынка, поскольку я же представитель бренда в России, на нашем заводе. То есть я вообще очень много знаю про цикл производства, насколько качественно они работают, какое у них сырье. То есть они выбрали для своего производства самое технологичное, для Азии, самое технологичное производство в том регионе. Это наше. И также они работают для своего региона, и также это поставляется в том числе с этого завода в Россию, вот из другого конца света. И все делается таким образом, чтобы и логистика тоже была учтена. То есть они не везут, например, из Израиля в Китай, потому что вот такой долгий логистический процесс может там, да, как-то навредить, условно говоря, продукту. То есть они еще и логистические связи ставят таким образом, чтобы продукт быстро приехал, чтобы была максимальная сохранность. То есть я об этом тоже знаю теперь изнутри, поэтому вам этот момент рассказываю. Первое, что мне очень понравилось, это без СЛС, СЛС, вот этот гель для очищения кожи, с усиленной вот этой их технологией Осмо Тер, которая и увлажняет кожу, и регенерирует кожу. Но гель действительно просто потрясающий. Я вам по-настоящему его рекомендую. Комфортный, нежнейший, кожу не сушит. Просто замечательный. У меня вот с ним был запой абсолютно, и он у меня закончился совершенно, потому что просто замечательный продукт. И у Ахава появился очень интересный лосьон для тела. У меня, кстати, для тела тоже продукты были от этого бренда, я вам показывала. Это очень легкий лосьон на основе комплекса Осмотер. Это запатентованный фирменный комплекс из смеси минералов мертвого моря, растительных экстрактов. И здесь вы не представляете, какой аромат. Это такое блаженство. Я бы, честно говоря, от парфюма бы не отказалась с таким ароматом. Он и цветочный, он, видите, вот такой флакон бордовый, он какой-то манкий, томность какая-то в нем есть. И он на коже вот оставляет такую вуаль именно вот из аромата. Не яркий запах, а такую как бы вуаль. Это веганский продукт, как, в общем-то, по-моему, весь ассортимент Ахава. Не содержит парабенов, для кого это важно. Боже мой! А кожа просто... Он впитался, все, видите, моментально. А кожа шелковая. И вот этот вот запах. Антиоксиданты, опять же, здесь есть в составе. Мне у них, конечно, очень нравятся кремы. Органолептика потрясающая. И вот этот гель меня поразил. Я хочу сделать такое резюме и сказать, что я очень уважительно отношусь к брендам Ахава и Пайо. То, что, может быть, я не с такой чистотой показываю их на своем канале, это не значит, что они мной не выбраны. Потому что, ну, во-первых, у меня большое, очень количество косметики, я показываю. И для меня с этими брендами все решено. Я их попробовала в свое время. И попробовала продукты разные. И попробовала продукты в большом количестве. Какие-то мне достались по работе. Какие-то Ахава, например, у меня магазин в Петербурге был прямо напротив дома. Я покупала с удовольствием за свой счет. Я действительно их знаю хорошо и давно. Я знаю, что выбрать. Я знаю, что подарить, например, кому-то. Если вот там кто-то из моих знакомых любит бренды люкс или любит израильскую косметику. Это те бренды, за которые не стыдно. То есть, если вы хотите для себя что-то предпочесть из брендов Ахава или Пайо, сочетать с вашими активными средствами, с кислотами, с активным ретинолом, с пептидами, потому что здесь немножечко не совсем про эту историю. То есть, это все-таки бренды, я бы даже сказала немножко о другом. Но вы можете это делать абсолютно спокойно. То есть, для вас это будет та надежная вообще база, хотя даже базой я это назвать не могу, потому что вот те же антиоксидантные линейки у Пайо или противовоспалительные, мне кажется, они очень хорошие. Та, давайте называть это, тот оплод, если так можно сказать, на основе которого вы можете строить весь ваш дальнейший уход. Надеюсь, мое мнение о брендах Ахава и Пайо вам стало понятно. Абсолютно логично, хотя я не могу, например, у Ахава вспомнить, чтобы мне что-то не понравилось. У бренда Пайо тоже не могу вспомнить, чтобы мне прям что-то очевидно не понравилось, но просто когда я последние разы была в магазине, меня, наверное, смутила скорее какая-то ценовая история, я так думаю. Чего-то, что мне откровенно не понравилось у бренда Пайо, я тоже не могу, если честно, вспомнить, вот чтобы прям сказать, нет, состав плохой, действия ужасные, такого тоже не было. Поэтому я надеюсь, что мой отзыв поможет вам в выборе, по крайней мере, вы будете знать мое мнение, я уважительно отношусь к этим брендам. Расскажите, каково ваше впечатление о брендах Ахава, Пайо, какой ваш опыт использования этих косметических средств. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всего хорошего. Пока.